Давайте мы откроем бытие третьим главам. В последнее время так вот чувствую побуждение поговорить о грехе. И знаете, и не с той точки зрения, что... Я вот слышал раньше, помню, сейчас таки проповедуем, вот, наш, мы проповедуем о грехе, чтобы... Вот все не любят проповедовать о грехе, а вот мы должны проповедовать... Я как-то, знаете, когда проповедуем о грехе, никогда каких-то особых проблем не было. Я, когда идет проповедь о грехе, чувствую освобождение все время. И ощущаю это освобождение. Я вообще вижу, что, вот, когда мы проповедуем о грехе и открываем, как бы, глаза на реальную ситуацию людям, да, пониманием, то, действительно, мы через это освобождаемся. Потому что я, знаете, не проповедую о грехе так, чтобы обвинить тебя, что ты грешник. Мы вот не так, христиане, проповедуем о грехе. И то есть, ну, и вообще, даже не совсем такая формулировка хорошая, там, проповедовать о грехе, да, ну, вот, ну, вы должны изучить этот элемент, да, такой, духовного мира, который есть для того, чтобы вот понимать. Потому что я говорю, что Иисус сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь». И на что сказали ему сразу евреи? Такими свободными. Мы никогда не были никому рабами. Он говорит, «Всякий делающий грех, есть раб греха». Да, вот так. И они были, ну, в шорте, они не чувствовали себя грешниками, не ощущали, но они были грешниками. И грешниками были и являются все люди на этой земле. Да? Вот, там, Евангелие, первое письмо Иоанна, вот мы сегодня прочитали чуть-чуть, а там дальше, или выше, там написано, «Кто говорит, что он без греха, тот лжец». Да? И нет в нем неправды. Поэтому, вот, в эту ситуацию нужно просто посмотреть и разобраться. Я нуждаюсь, естественно, сейчас в водительстве Божьем, в Духе Божьем, и вы нуждаетесь для того, чтобы мне донести, а вам понять. Потому что, в принципе, ничего нового для многих из вас вы не услышите. Но, знаете, вот, я действительно, я даже, знаете, вот есть такая фраза, которую я помню, я даже не мог запомнить и не мог долго выучить. Пытался ее выучить, но не мог. Сейчас я ее каждый раз, вот, вспоминаю, вспоминаю правильно. Случит она так. «Мы грешим». Так, сейчас скажу, вот, видите, тут надо сообразить, да? «Я грешник не потому, что я грешу, а я грешу, потому что я грешник». Еще раз нужно кому-то? «Я грешник». Вот, да. Вот тут вот все. Вот ее запомните, ее выучите, и вы уже будете на полпути. ее нужно выучить не словами, потому что это как корабли лавировали, лавировали и не выловировали. Ух ты. Да? Могу ли, да, сказать? «Я грешник не потому, что я грешу». «Я грешу, потому что я грешник». Еще раз надо кому-то, Антон? Надо, да? Третий раз. «Я грешник не потому, что я грешу». Мы склонны, вот, знаете, вот религия нас в этом убедила. Поэтому некоторые люди вроде не греша какими-то серьезными, сильными грехами, они не ощущают себя, что они грешники. Но они грешники. Почему? Потому что согрешил Адам. Все. Понимаете? Вот чему учит Библия. Мы рождены во грехе. Все. Мы унаследовали греховую природу Адама. Вот таково учение Библии, такова истина, такова суть. И вот отсюда вот и начинается освобождение. Принятие этого факта в осознании, как бы, этого факта, да? В осознании себя грешником, да? Ты, да? И это, знаете, и это на самом деле не снимает ответственность за то, что мы грешим. Но что-то все равно делает. Как-то нас эта информация уже начинает освобождать. Давайте вот еще раз. Антон, ты сможешь произнести эту фразу, которую я сказал? Давай. Я грешен потому, что я грешу. А? А грешен потому, что я грешу. Я грешу. Все. Вот, грубо говоря, если мы запомним вот эту фразу сегодня, да, так ее забьем. Но опять же, не запомним, как поверхностное, как слова, а запомним, как суть. Суть вещей. Что я действительно грешник не потому, что я грешу. Хотя, вот, мы называем людей грешниками часто, вот, именно на бытовом уровне, именно из-за его грехов. И поэтому у нас часто даже неправильное отношение между собой. Неправильное отношение к людям. Мы не являем вот эту христианскую любовь к настоящим грешникам, да? То есть, как бы, вот Иисус, Он что делал? Помните? Был друг мытарей и грешник. Ел и пил с них. Почему Он мог это делать? Вот потому, что Он это понимал. Что они, грешники, не в результате своего выбора. Они не хуже других людей. А они такие просто потому, что вот. И они как раз быстрее, да? Почему Он говорит, мытари и грешники, и блудники. Он когда с парисеями спорил, да? Вперед вас идут в Царство Божие. Почему? Потому что они вот столкнулись с невозможностью человеку не грешить. Понимаете или нет? Мы уже рождены такими. Мы не можем не грешить. Не можем. Люди сразу тут разделили на более какие-то серьезные градации, да? Ну, в принципе, даже Библия, да, нас, нам говорит, да, есть грехи к смерти, есть не к смерти, да? Сейчас не будем об этом. Но тот же Иисус Христос, да, Он учил, что тот, кто, да, не крадет, но прелиподействует, тот же грешник, да? То есть, если ты вот исполняешь почти все, но что-то не исполняешь, ты все равно тот же грешник, так же ты не можешь быть перед Богом правилным. Не можешь. Но часто мы вот худших грешников мы отправили подальше, отправили в ад. Но все, но если бы мы понимали, да, то когда мы понимаем, то мы вместо того, чтобы осуждать, мы больше имеем сострадание и понимание, что человек сам освободиться от греха не может. И что грех – это не только твой поступок, что грех является некой совокупностью такое действие, которое вот он на нас оказывает, что он является и желанием, и мышлением, понимаете? И вот сегодня мы прочитаем какие-то места, сегодня просто вот об этом поразмышляем, как это произошло, что нам пишет Ветхий Завет, и прочитаем, что нам пишет Новый Завет. Вот я бы хотел вот именно, чтобы сегодня Божье Слово нам само с нами говорило, да, и вот убедило нас, да, чтобы Дух Божий убедил нас, да, вот, и дал нам направление, как мыслить, как думать, как с этим бороться, да, чтобы у нас после этой проповеди возникла благодарность к Иисусу Христу, желание прибегать к Нему, желание пить Его кровь и есть Его плоть, да, как он сказал, то, что «если не будете пить мою кровь и есть мою плоть, не будет в вас жизни». Все, понимаете? Вот почему мы христиане, вот что мы, ну, делаем, да, то, что мы делаем в причастии, это больше является символами. Настоящее освобождение, оно в Духе, оно работает вот по вере внутри нашего человека и работает именно вот таким образом, что мы освобождаемся от этого, да, мы становимся свободными. У нас уже появляется выбор, когда мы принимаем Иисуса Христа, грешить или не грешить. Мы уже можем увидеть, да, вот эти вещи, да, мы уже можем начать противостоять каким-то вещам. До этого, пока мы это не осознаем, не услышим в полной мере, не поймем, мы не можем их противостоять. Понимаете? Мы являемся, вот если мы в христианстве еще вот этого до конца не осознаем и не понимаем, не можем сформулировать вот эту фразу, мы больше будем являться фарисеями, которые пытаются исполнять закон и исполняют закон и еще и надменны и горды, да. То есть вот, как бы вот среди христиан, вот оно все есть и все может быть, все, говорю, зависит от нашего откровения, от нашего сознания. Действительно ли мы пользуемся кровью Иисуса Христа внутри нас так, как мы ей должны пользоваться? Давайте мы прочитаем это Бытие, 3 глава, мы будем читать всю главу, но я сначала прочитаю из 2 главы, где Бог сотворил и заповедал человеку не есть от дерева познания добра и зла. 2 глава Бытие, 16-17 стих. И заповедал Господь, давайте 13 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Да, вот, когда Бог ему дает, он еще был один, потому что после этого и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворил ему помощника, да, и сотворил ему Еву, сотворил ему жену, да. То есть вот Адам усвоил, Адам принял, Адам не ел, но вот и суть-то здесь, да, что я не хочу, чтобы мы тоже судили Адама, да, потому что Адам был тоже застигнут врасплох, Адам был обманут, Адам был хитрым образом обманут, да, нам легко так сказать, ну, не надо было, но он действительно не напрямую пошел съел, он действительно съел после того, как дала ему Ева, о чем и сказал Богу, да. Вот. Давайте, третья глава, с первого стиха, мы прям прочитаем эту историю. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю, и сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, и только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть, да. Мы видим, что Адам поступил правильно, Адам передал заповедь, правильно или нет? Но это уже Адам передал заповедь, да, то есть как бы Адам получил напрямую, передал Еве, Ева усвоила, послушная усвоила, все, она правильно действовала, да, как еще по-другому, все правильно, правильно или нет, все хорошо. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел, да. Ну, видишь, осторожно, когда мы осуждаем кого-то, вот, потому что мы не понимаем тогда каких-то определенных вещей, думаем, что это вот они, там, только. Мы имеем к этому полную ответственность, потому что если мы вот посмотрим, что здесь произошло, и увидим, да, вот, то есть, он очень хитро подъехал, правильно? Очень хитро. А правда ли, что Бог сказал, не есть деревья, плоды из деревьев в саду? А это неправда, да? Он не запрещал все есть. Змей уже подъезжает с такой штуки, что он хитрый, он, ну, Ева открытая, Ева только жить начала, да? Вы вспомните себя, как вы пришли в этот мир. Добродушный, я помню, вот, я к любой собаке мог подойти и погладить ее, пока одна собака меня не напугала, и потом, вот, я стал другой. Я к тому, что мы, мы рождаемся в этом, в этот мир, мы, как бы, ну, мы открытые, мы не собираемся многих вещей делать, но потом что-то, вот, с нами начинает происходить постепенно. Но мы уже все равно не как Адам с Евой, да, мы уже, в нас есть это, да, как Люба сейчас говорит, ДНК Адама, да, да, как греховной природой, то, что мы уже от него, да, что он уже согрешил, грех вошел в этот мир, да, то есть Адам был свободен не грешить, и он, в принципе, да, напрямую, как бы, не согрешил. Но когда жена съела, ему дала, он не ожидал, что вот может быть такой расклад, понимаете, вот, если вот напрямую нельзя, как бы, грех, он не брал. Ну, произошла замена определенных моментов. И вы заметите, что мы тоже вот с вами в своей жизни, там, многие там из ребят, мы же не стали сразу пить и колодцы, да, такие вот, были детьми такие, опа, пойдем колодцы, пойдем пить, пойдем курить, там, и так далее. Нет, это все как-то было вот подстроено, там, взрослые мальчишки ходили курить, и тебя позвали с собой, потому что тебе хотелось быть со взрослыми, да, тебе хотелось быть с теми, кто больше знает. Знаете, меня в 6 лет взрослые научили курить. Я даже, мы вон с Оксаной смеялись, я рассказывал, я говорю, я курил с 6 до 7, потом бросил. Так что я в 7 лет уже знал, что такое бросать курить. В себя? Не в себя. вот так вот, да, то есть вот зло, оно пришло у меня уже предрасположенность, как бы к нему была, но я до конца не понимал там, да, что это зло, не зло вот мне нравится ходили там в рощу тубовую рощу через дорогу я воровал сигареты из дома и вот мы курили, я еще помню брат у меня выезжал в армию и я украл пачку примы и пачку космоса ну что тут, с фильтром и без фильтра и мне старшики говорят, вот это ништяк они без фильтра оставили а себе забрали с фильтром я уже тогда, я понимал, что меня обманывают но и не буду же я с ними отпортить отношения, да вот поэтому вот, ну вы вспомните, да, что мы тоже были как-то обольщены, обмануты, да ну вот в нас все это жило и чем дальше мы как бы стали с вами жить тем дальше мы стали обрастать кто-то в первый раз когда-то обманул да, кто-то в первый раз когда-то там что-то списал или украл что-то, да, сдать в какую-то не отдал там, я помню как я какие-то 20 копеек не отдал я помню, дедушка с бабушкой там сильно ругали, я обиделся суть не помню, но вот помню, что досталось мне вот ну то есть и вот как так получилось, что мы уже с вами выросли и все и делаем то, что делаем но для них это не было так, да они знали, что такое не быть во грехе и потом вот попали в грех какой момент я здесь хочу еще увидеть, да что мы сейчас с вами живем на что Бог нам хочет обратить здесь внимание, да на то, что вот змей подъехал так хитро он немножко выкрутил ее сознание относительно Бога да, говорит правда ли, что Бог запретил другими словами правда ли, что Бог какой-то к вам ну вот строгий да, что-то вам разрешает вы имеете какую-то несвободу да, и так далее это не это была свобода не грешить да, вот у них была свобода не грешить и они не познавали этого, да они не знали это дерево познания добра и зла они не знали, что такое грех не знали, что такое быть вот в этом, да ну змей подъехал с хитрыми словами и сейчас мы живем уже вот в этом состоянии да, что вот знаете вот знаете тоже есть один автор такой Льюис Хроники Нарнии который он написал у него есть книга просто христианство и он там хороший такой пример приводит он говорит одного мальчика маленького там спросили а ты знаешь кто такой Бог ну как ты представляешь себе Бога и он говорит это кто-то кто все время смотрит за мной чтобы я не делал то, что мне нравится ну то есть вот формулировка его была такая то есть его воспитывали с детства да что можно что нельзя и вот для него уже да вот это вот первое сознание ассоциация с Богом да его Богом пугали да другими словами нельзя так делать иначе там в ад попадешь Бог не любит грех там да и так далее да вот ну как бы это все все равно часть религии такой определенной это все идет именно вот это сознание оно идет именно через дерево познания добра и зла именно то что человек согрешил он уже закрыт у него вот это вот понимание по-настоящему какой Бог вот у Евы еще оно было он говорит да нет Бог все мне разрешил да она вот действительно это осознает она живет в этом она искренне совершенно отвечает она не защищает Бога ну вот этот маленький мальчик он уже имеет некое другое сознание да вот оно оно передалось из-за чего потому что сознание искажено потому что вот это вот дерево добра и зла уже действует да плод этого дерева действует религия действует дух этого мира действует да и вот мы уже рождаемся с вложенной вот этой мыслью что Бог он какой-то вот не наш чуть-чуть да что он против того чтобы я получал удовольствие есть мое вот удовольствие есть то что мне нравится а есть тот кто хочет что ну как бы меня от него удерживать и это неправда да и мы вот мы должны вот в этом знаете вот почему мы должны разбирать эти истории да вот сюда вглубь идти об этом да потому что у нас ну мы действительно вот сейчас мы возвращаемся к Богу в Иисусе Христе да мы расшифровываем вот да то что было искажено мы пытаемся это переосмыслить осознать именно да вот что Иисус сказал познайте истину и истина сделает вас свободными да то есть мы вот не знали ее когда-то и поэтому мы рабы греха сейчас мы начинаем знать истину начинаем разбираться начинаем идти вот в это начало где что было искажено начинаем задавать вопросы начинаем смотреть в себя начинаем что-то менять мы способны это изменить то что нам нужно изменить нам нужно изменить отношение к Богу скажи аминь потому что грех первое что сделает Грех, он меняет наше отношение к Богу. Все, оно искаженное, оно неправильное, оно не такое, какое оно есть на самом деле. Бог добрый? Аминь. Бог любит нас? Аминь. Бог создал этот мир добрым? Аминь. Он создал этот мир, эту жизнь для наслаждения тебя? Аминь. Понимаешь, Он это все сделал, и Он знает, как в это тебя привести. Кто враг? Грех. Кто враг? Дух этого мира, дьявол. Который искажает наше мышление, искажает наше мировоззрение. Он его перенаправляет. Понимаете? И у него получилось там. Понимаете? Вот получилось там с Евой. Начал не с того, задел ее где-то вот, да нет. И потом говорит, знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И что происходит с Евой? Она вот услышала просто эту информацию. Частично правду, частично неправду. Знаете вот, да, вот эта фишка, там, духа этого мира. Что сейчас с этим миром там даже происходит? Много знания. Много правильного знания. Но вот действительно отделить правильное знание от неправильного сейчас труднее всего. Труднее всего сейчас вот, потому что это можно сделать только внутри себя. Ты не можешь сейчас вообще даже выбрать ни одного проповедника, который был бы на 100% прав. Вот представляете, сегодня нужно таким образом слушать проповеди даже, вот для христиан сейчас говорят, что не обольщаться ни одним из людей, кто как учит. Он будет учить вот здесь правильно, но в каком-то другом месте у него будет какой-то вот пробел и недостаток. Я это вижу в учителях даже, вот в НТИ учусь. Потому что вот любят, все равно там, ради того, чтобы конфессию свою как-то защитить, да, ради того, чтобы вот как-то добиться каких-то результатов чего-то там, да, в церкви там, дисциплины людей или еще чего-то, начинает даже учение искажаться, начинает даже вот манипуляция, начинают неправильные акценты какие-то расставляться, да. И вот, ну вот, я говорю, что сегодняшнее время очень непростое. Непростое. Но у нас с вами что есть? Писание. У нас с вами есть Писание, у нас с вами есть Дух Святой, и у нас с вами есть вложенный в нас образ и подобие Божие. Аминь. И сотворил их Бог. Давайте вот это тоже прочитаем, да. 27 стих 1 главы. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, да. Вот по образу и подобию, да, мы знаем это уже, да. Вот Бог нас сотворил по своему образу и подобию. И это не значит, что вот Бог такой с четырьмя, там, конечностями, да, две руки, две ноги. Не в этом есть образ и подобие Божие. А в том, что Бог, он святой и праведный. То, что он благой, что он личность, да, что он отделен от зла, да. Он мог бы его делать, но он его не делает. Никогда. Вы знаете, да, что Бог, он не искушается злом. И вот. И он сотворил нас по своему образу и подобию. И мы знаем, что, ну вот уже из богословия, что в результате грехопадения вот этот образ, он был искажен, но не утерян полностью. Мы его не утеряли, то есть, ну, как бы, ну, как бы, вот, оно не произошло, такое полное отделение от Бога, да. Итак, что произошло с женщиной? Она начала смотреть на это дерево, да, шестой стих. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала так же мужу своему, и он ел. Увидела, что оно, да, вот, оно поговорило с дьяволом, оно поговорило со змеем, и потом посмотрела на дерево еще раз. И увидела, да, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Что это? Не любите этого мира, ибо все, что в мире, есть похоть плотик, похоть очей и гордость житейская. Вот он новый завет, да, вот он дух этого мира, да, и вот он, вот он выбор, да, вот он, вот он где должна вот сейчас развиваться наша битва уже, да. То есть, ну, мы уже изменить то, что там не можем, но сейчас мы уже как бы видим вот это вот, да, что привело Еву к тому, что она согрешила. Любовь к миру. У нее открылись глаза, она посмотрела. И это то, с чем мы сегодня можем уже, ну, противостоять, да, в своем сознании, в своем направлении, да, не любите этого мира, не того, что в мире, ибо все, что есть в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейского. И мир и житейская. И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божью, пребывает вовек. Да, вот таким образом нам новый завет расшифровывает то, что там произошло. Она посмотрела, она увидела, и ей понравилось. Нужно на этом останавливаться. Мы долго про это раньше и говорили. У вас должно это, да, вот, ну, откладываться, это центральное такая, да, христианское учение, что вот мир, что такое мир? Это вот все, чем люди так живут, да, вот. Вот говорю, я был раньше в реабилитационном центре, и как-то мы знали, да, Слово Божье было. Что мир это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Но что это, но так легко скатиться до каких-то, какой-то примитивного понимания мира. Знаете, вот мы жили вот своей общиной там такой, мы там не пили, не курили, матом не ругались, читали Библию. И мы когда говорили с кем-то, вот, кто-то там уходил, например, в центр, мы говорим, тебя мир съест, иди в мир. И мы вот, у нас уже была такая ассоциация, что вот здесь у нас там Царство Божье, а мир он вот там, за воротами, там мир он тебя сажает. И вот это, практически, вот у религии это все есть. Да, откуда у нас даже в православной церкви разделение, да, что клир и мир, да, то есть священники, которые, да, и миряне, они вот миряне. А у священников нет проблем с миром, правильно ли? Ой-ой-ой, да, какие проблемы там еще есть, в том-то и дело, да. То есть, и вот здесь вот мы должны это понять, что мир, это не что-то такое внешнее, да, что вот я убегаю от мира. И опять же, ну и христианство оно попадало в эти ловушки на протяжении всей своей истории. Когда церковь стала имперской, там, 3-й век или 4-й век при Константине, то есть до этого церковь была в гонении, христиан сжигали, убивали, львам отдавали, и оно росло и крепло. И вот христианство оно в итоге свое слово сказало, Константин принял христианство, по-настоящему, не по-настоящему, это уже не такое, не так важно. Ну, вот христианство стало такой государственной религией, стали строить церкви, епископам стали отдавать должности, пришли деньги там и так далее, и пришли проблемы в церковь. То есть, мы можем так сказать, мир пришел, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская пришли. Все, вот это вот, все, чем мир как бы живет, вот по своей сути, он пришел в церковь, пришел вот между верующими, все это, да, уже, и мы видим, что, что стали под истинные верующие, они начали уходить в пустыни, начали образовываться монастыри. То есть, как появились там первые монастыри, они вот так вот и появились, что были те, которые противились вот этому, епископату, да, вот этому обмершлению церкви, они уходили. И вроде как на какое-то время они были духовными, да, они опять были вот этой настоящей церковью, они жили в общине, они, но что мы знаем потом стало происходить с монастырями? Все то же самое, да, все то же самое. То есть, вот этот вот процесс, вот этот вот, он все время, да, присутствует. Поэтому, и сейчас тоже, точно так же в церквях, там, церковь маленькая, ищет Бога, да, церковь становится больше, начинаются какие-то позиции, должности, финансы и так далее, и тому подобное, да, и вот, ну, таким вот образом опять, да, потому что вот, ну, никуда мы от мира этого не убежим. Понимаете? Никуда. Даже Иисус, когда молится отцу за учеников, он говорит, отец, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, но прошу, чтобы что? Сохранил их от зла, да, вот он и говорит про это, да, что вот где, ну, должна быть битва твоя, да, и поэтому апостол Павел, ой, апостол Иоанн, он так вот сформулировал, не любите этого мира, да, поэтому вот, не любите, не любите, начните уже видеть, что вот ваши постоянные хотелки чего-то, ваше, как бы, недовольство того, чем ты имеешь, да, куда ты идешь, все, чем люди так гордятся в этой жизни, да, вот, а гордиться можно вообще всем, чем угодно. Можно даже вот дарами духовными начать гордиться. Проповедуешь хорошо, и вот возгордиться можно. Хотя вроде волю Божью исполняешь, вроде, ну, можешь тоже возгордиться, да, поэтому не любите этого мира, да, Библия говорит, не любите. Поэтому вот то, что нам сейчас, да, предлагается, это вот быть с открытыми глазами на корень проблемы, на корень греха, через что он приходит, каким образом на нас влияет. Поэтому, да, вот я говорю, что никакой такой плотской отказ от мира, он тоже часто тебе не поможет. Просто вот, это не, кто-то начал практикать, там, не одевается, не ест, там, да, вот такой ходит, унылый, как будто он мир победил. Поведен мир? Нет. Потому что, скорее всего, стал гордым, и его вот из этой ямы вытащить будет очень сложно, да, потому что вот его, вот, грех он такой. Мы еще дальше попробуем про это прочитать и поразмышлять над этим, да. Вот, поэтому, вот такая вот битва произошла там, дьявол обольстил, Ева посмотрела и ничего против этого не смогла противопоставить внутри себя. Все, не нашла, опыта не было. Вот, Новый Завет сейчас говорит то, что это не обольстит вас сатана сейчас, да, своими, ну, как бы, вот, своими мыслями, потому что нам не безызвестны его замыслы. Вот, что у нас сейчас есть, в отличие от Евы, нам сейчас известны замыслы сатаны. Вот, известны. Во-первых, что он пришел украсть, убить и погубить. Все, нам уже это понятно, поэтому я уже понимаю, почему я должен отказываться от любви к миру, почему я должен противостоять. Потому что это, ну, это вот враг, он хочет меня обольстить. Эти вещи меня на самом деле счастливыми не сделают. Что меня сделает счастливым? Исполнение воли Божьей. Потому что Бог это Бог. Потому что Бог меня создал, Он мой Творец. Меня не сатана создал, не Он мой Создатель. Он не знает, как меня наполнить. Бог знает, как меня наполнить. Все мое естество, оно вот к этому, то есть я, мое сегодняшнее основное желание это искать Бога. И искать исполнение воли Божьей. Поэтому это единственное противопоставление миру. Не любите этого мира, не того, что в мире. Ибо все, что есть в мире, похоть плоти, похоть отчаянь, и гордость житейская. И мир проходит эпохоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. И вот я когда-то задумался над этим, что единственное противопоставление любви к этому миру, это исполнение Божьей воли. Мы уже тоже об этом когда-то говорили, что воля Божья благая, угодная и совершенна. Да, то есть, опять же, мы должны сломать вот это неправильное, навеянное миром, навеянное сатаною, как здесь представление о Боге. Что Бог не хочет моего наслаждения. Что Бог не хочет, чтобы я был счастлив. Бог хочет бежать меня в каких-то дежурных рукавицах или еще в чем-то, куда-то, куда я не очень хочу. Это ложь. Скажи, это ложь. Это ложь. Отказывайся от нее. И это в духе происходит. Посмотри в свой дух. Поэтому вот именно в духе происходит, что часто мы что-то не хотим. У нас есть вот эта иногда навязчивая мысль, что я еще не готов в своей жизни исполнять волю Божью. Вот я еще хочу пожить для себя. Вот она ложь. Маленькая ложь. Я вам рассказал про себя. То, что когда-то я вот ходил в этой борьбе, попав в реабилитационный центр. Мне был 21 год. И у меня была иллюзия, что я еще не накувыркался. Я еще не нажился. Что-то я рановато попал в христианство, в которое мне нужно от всего отказаться сейчас. Что это? Это ложь. Сатанинская ложь. И противостать этому практически невозможно. То есть практически невозможно, потому что это вот ты, ты так думаешь, ты так хочешь. И Бог создал нас свободными для того, чтобы решать. Вот чем воспользовался грех. То есть грех, помимо нашей воли, он проработил нас вот этими похотями, этими желаниями. Якобы это наше желание, нам от этого хорошо. И продолжает обращать. Поэтому, ну что было? Было Евангелие, было на тот момент, да, был вот этот Дух Божий в Слове Божьем, да, который был проповедован ко мне. И была эта мысль, когда я сказал, но если Бог сможет в моей жизни убрать вот эти желания и положить в них другие желания, которые будут моими же желаниями, то тогда я согласен. То есть я сам ничего не могу сделать со своими желаниями, то я хочу и все. Рано или поздно я сделаю, если я хочу. Все, вот я вот так вот, ну, положил себе, что я домой приеду в отпуск и напьюсь, уколюсь там, к ребятам там, да, что-то, да, глупое такое. Я не знаю, как это, да, ну, позволь Богу поменять это. Он это может сделать. Он всемогущий. Вот сейчас у нас уже есть Иисус Христос, да, поэтому вот его кровь и его жертва, то, что он сделал, он соединяет нас с Богом в Духе, Бог способен. Он, ну, как бы, он всегда был способен, но сейчас у него есть легальный доступ в это. Его план совершился, его сын умер за наши грехи. Его больше, если ты открываешь свое сердце, его больше ничего не сдерживает для того, чтобы произвести вот эту замену твоих желаний для твоего сердца. Иисус Христос, ему нужно твое разрешение, твое осознанное разрешение. Другими словами, я в тот момент, когда сказал, что Бог, я готов, чтобы ты мои желания поменяли, вернее, я не готов даже, я просто сказал, что если ты можешь так сделать, то я не против. И все, я с этого момента забыл. Другими словами, это было вот, ну, не любите этого мира, не того, что вы в мире, но исполняйте волю Божью. Я как бы согласился с тем, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная для меня. Вот где происходит война. Я, кстати, вам рекомендую посмотреть кино двухсерийное, Святой Агустин называется. Вот, это один из великих таких деятелей церкви, живший там в четвертом веке, поэтому вот мы посмотрели, в принципе, фильм затронул, потом можете почитать там в Википедии или где-то еще какие-то исторические моменты, потому что все-таки фильм снят католической церковью, есть некоторые такие исторические чуть искажения, но они, в принципе, не влияют на суть, я уверен, что вам все равно понравится. Вот этот вот Агустин, он вот до 30 лет там с лишним, у него была мама верующая, да, это уже было как бы, ну, как бы, Римская империя, но уже христианская, да, то есть там 378 год, там потом 410, прям перед распадом Римской империи, уже вот христианство, оно так прочно укоренилось, но язычества еще хватало тоже, да, и вот у этого Агустин, у него был как бы такой вот такой вот свободный выбор, в принципе, как у нас у всех, мама была христианкой от всего сердца, а он, вот, Богу не сдавался, его так жизнь потрепала, вот там, и в секте побывал, и просто мирским пожил, и вот у него была такая фишка, где уже, вы это не найдете в кино, ну, в истории как бы найдете, вот он написал произведение, исповедь, по которому, в принципе, построено почти все западное богословие, ну, и мы тоже, как бы, опираемся на эти вот моменты, это одна из самых таких, вернее, первая такая работа, которой никогда не было, когда человек вот вскрыл там всего себя, с точки зрения, вот, борьбы, и вот он, он на самом деле серьезно относился к христианству, и понимал, что, ну, как бы, вот, правильный путь туда, и нужно остановиться, но он просил Бога, он прям молился, то есть он, как бы, Бога искал, просил Бога сделать это попозже, вот, другими словами, да, ему нравились все эти плотские наслаждения, то, чем он, то, чем он жил, но вот, потом все-таки Бог его коснулся, он встретился с Богом, там, в саду у него произошло вот это покаяние, и он стал таким великим деятелем, потом стал пастором, епископом, вот, и поэтому посмотрите кино, ну, вот, поэтому я говорю, что сегодня нам возвращаться в наше состояние правильное перед Богом, мы возвращаемся вот через это, через то, что Ева там, с Евой там произошло, да, вот она попала в это обольщение, что Бог не добрый, что Бог не хочет твоего наслаждения, и попала, уже вот, пустив в себя вот эти мысли, посмотрела на дерево, и вдруг вот это дерево, оно, то есть она раньше на него смотрели, они, оно никак не привлекало, а тут вот посмотрела, и вот, да, и так далее, то есть даже с нами так часто, в принципе, бывает, действительно, то есть вот живем-живем, есть, говорю, есть вот, мы крайние грешники, справа, да, наркоманы, алкоголики, и мы быстро сталкиваемся с вот этой разрушительной силой греха в своей жизни, но есть много людей, которые просто, ну, живут нормальной, как бы, жизнью, и толком не сталкиваются с этим, и, как бы, и даже и не ощущают там, и не чувствуют себя грешниками, но часто вот происходит так, что мы начинаем приходить к Богу, приходим уже даже к Богу, в церковь, и вдруг тут обнаруживается, да, начинаем с чем-то бороться, и начинаем вдруг ощущать, что победить-то мы, оказывается, не можем, то есть вот не боролись, вроде и не было, ну, так же, как вот, говорю, у ребят тоже, да, вот, вроде даже мирской был, там, курить иногда мог бросать, да, то есть, как, ну, то есть, вот, вроде не считал это грехом, просто считал это вредной привычкой, и находились как-то силы, мог стоять там, ну, я бросал там, два года не курил. Начинаешь двигаться по христианскому пути, начинаешь уже этому как-то противостоять, и обнаруживаешь просто какой-то ужас, да, что ты просто вот думаешь об этом, не можешь об этом не думать, это просто владеет, да, и вот, ну, в принципе, это то, что потом произошло с народом Израиля, потому что вот, когда Адам согрешил, люди продолжили жить, но закон еще не был дан, и поэтому грех он еще так сильно людьми там не владел. Мы видим, вот, был Каин, был Авель, Авель смог спокойно, вот, правильный выбор в своей жизни, Каин неправильный, то есть, так вот, разделилось, да, ну, вот, были люди, которые, как бы, и свободны, и могли нормально жить. Библия нам говорит, что вот, грех не царствовал еще вот в это время, но когда пришел закон, грех обрел силу. Пришли заповеди, пришло вот, Бог пришел рассказать, как надо, как не надо, и сразу захотелось еще больше. Мы это прочитаем еще сегодня, просто вот я сейчас рассказываю, да, мы прочитаем это еще в римлянах, оставим так на концовку, чтобы просто прочитать Божье Слово, что происходит с этим, да, что, вот, что такое, что сила греха является. Парни, кто знает? Сила греха. Жало смерти грех, сила греха закон. Да, представьте, вот, все было можно, то делаю, то не делаю. Как только пришла вот эта заповедь нельзя, так сразу делать захотелось еще сильнее. То есть грех начинает еще и силу обретать через это. Вот такова греховность греха. И кто спасет меня от всего тела смерти? Благодарение Богу Иисусу Христу. Сегодня чуть прочитаем про это еще. Вот мы видим, да, потом пошли результаты греха. Они съели, да, и открылись, седьмой стих, и открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги исчили смоковные листья и сделали себя опоясанных. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господня Бога между деревьями. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот я говорю, все здесь в бытие, как много здесь вот этих вот, ну действительно таких жизненных, настоящих наших моментов, да, что вот эти сразу неприятные для нас чувства возникают. Вот я был когда-то маленький, я не знал, что такое стыд, я не знал, что такое страх. Ну, они все пришли, да, и вот мы видим, что устыдились, сразу нужно было сделать опоясывание из фиговых листьев, то есть они потеряли вот эту, знаете, радость и свободу и ощущение быть такими, какие они есть. Знаете? И мы вот возвращаемся в это. Бог в Иисусе Христе, в христианстве только, Он нас возвращает вот в это состояние праведности. Когда действительно нам не надо прятаться, не надо ни за что переживать. Не потому, что я не грешу, а потому, что Он меня сделал праведным. Моя праведность уже не от соблюдения закона, как скажет Павел позже, да, что я хочу найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, когда я, вот я все сделал, и теперь я себя чувствую хорошо. Это то, что мы в любом случае через это проходим. Но когда мы возрастаем во Христе, возрастаем в откровении об Иисусе Христе, возрастает этот наш внутренний духовный человек, мы по-настоящему становимся свободными. Мы по-настоящему становимся раскованными, понимаете? Мы становимся свободными относительно себя. Мы себя не судим. Мы себя можем принимать такие, какие мы есть. Мы себя любим. Нам от Бога прятаться не нужно. И причина в этом не потому, что мы все, как вы сделали, исполнили, а причина – это Он. Это Его кровь. Это наше причастие к Нему. Понимаете? Почему так важно христианство? Почему христианство отличается от всех религий? Потому что все остальные религии, и даже христианство тоже в себя включает эту часть морально-нравственную. Мы должны как бы это исполнять. Но причина нашей свободы, и нашей праведности, и наших ощущений не в том, что мы исполняем. Понимаете? Потому что у всех остальных как бы религиях, там вот ты делаешь, и ты получаешь. Как закон сказал, да? То есть вот кто исполняет его, будет им жить. Настоящая свобода, но это не освобождает от греха. Понимаете? Не освобождает от греха. Не освобождает от желания. Вообще не освобождает. Не делает тебя вновь вот в эти вот отношения. То есть вот они там скакали голышом. И все у них было хорошо. И они были такие, какие они есть, и все. Они были целостные, они были полные, были праведные, были радостные. И вот пришел грех, и вдруг пришли вот эти ощущения, непонятные для них, чувства пришли, да? Греховность вот эта, она сразу, оп, им нужно сразу было фиговые листья на себя надеть, да? И сегодня вот, ну, тоже есть этот символ такой, да, что люди пытаются одеться вот этими листьями, да? Собственными усилиями, собственными откровениями, да, как бы чувствовать себя перед Богом. Ну, не помогает, да? Они сшили, они оделись, но все равно спрятались. Да, то есть, по идее, мы вот сшили и вышли, нет, все равно это заставило спрятаться, скрылся от лица Господа, да, между деревьями рая. То есть вот что-то, да, все, есть какая-то неправда внутренняя, есть какое-то ощущение, да? И вот, я говорю, сегодня мы в Иисусе Христе обретаем эту способность приходить в присутствие Божье путем новым и живым. Божье, не ощущая ничего за собой, сердцем полным благодарности, потому что это Он сделал, мы должны в этом научиться, мы должны в этом подрасти. Знаете, не придет это сразу, не приходит это сразу, не строите вот этой иллюзии, я не хочу вам, как ревьезный проповедник, говорить, что вот это ты сразу почувствуешь. Вот я не почувствовал это сразу, и я не верю, что это можно почувствовать сразу. Я уверен, что это можно почувствовать только, когда ты будешь возрастать во Христе. Поэтому это наша цель для того, чтобы ощутить эту свободу. Да, вот это то, что сказал Иисус, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Кому Он сказал? Он сказал уверовавшим в Него иудеям. А что Он им до этого сказал? Если вы будете продолжать следовать моему учению, то вы истинно мои ученики, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Понимаете, вот только таким вот образом, только со всем этим разбираясь, только разбираясь с собой, только вот стараясь от всего сердца, мы к этому придем. Да, и вот что еще пришло в нашу жизнь? Такое лукавство внутреннее пришло, да? Одна из любимых таких фраз проповедников, или, ну, любят на это внимание обращать. Когда Адам сказал, жена, которую ты мне дала, она мне дала, и я ел. Да, то есть все, стрелки были все переведены на жену, с жены на него самого жена, да? Жена, которую ты мне дала. И я слышал такую проповедь, когда, ну, и я частично с ней согласен, знаете, что Адам не то, чтобы вот только от рукава, но действительно сказал, как есть. Он говорит, я не ожидал, что вот то, что дал мне ты, вот это доброе, то, что ты мне дал, то, что сделало меня более счастливым, более радостным, оно вот так меня подставит, да? Частично мы можем и в эту версию тоже верить, да, что вот он сказал все как есть. Точно так же, как мы должны принимать вот эту версию, как мы тоже живем, да? Я вот когда был наркоманом, я про себя говорил, я мастер от масок вообще. Я мне, сейчас даже с Оксаной где-то там тоже, ну, что-нибудь разговариваем там, шутим. Я действительно вот вижу, как, ну, часто в мозге говорят, ты из всего выкрутишься вообще, из всего выкрутишься, да? То есть, ну, ну, вот действительно так у нас, у многих создано, я даже говорю, там, я даже друзьям придумывал какие-то оправдания такие, там, почему они там ночевать не пришли или еще что-то, вот, создавал такие модели. И вот, ну, вот мы действительно такие, мы на это способными становимся, да? Мы настолько вот погрязаем вот в этом обольщении, да, вот в этом лукавстве, что иногда действительно не видим, да, сути вещей, запутываемся. Что, в принципе, иногда даже оправдываться не нужно. Что, в принципе, часто бывает, что, ну, проще сказать правду, проще сказать, как есть, но мы начинаем выкручиваться. Да? Да, 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 да. Ну, вот, есть действительно часто так сильно уже бывает поражено сознание, мозг, что мы вот просто, чисто принципиально уже выкручиваемся просто из всего. Мы должны это понять. Это результат греха. Это результат, не только ты в этом виноват, это вот греховная природа, которая нам передана, да, поэтому, ну, когда мы во Христе, мы все больше и больше приходим к тому, что, ну, как бы, мне не надо оправдываться, мне не надо, даже если я что-то сделал, даже если я что-то совершил, то в принципе мои грехи покрыты. Знаете, вот и Давид, когда он сотворил, помните вот это ужасное, прелюбодействовал, убил мужа, заказал его, да, его потом спалили со всем этим, да, и вот этот 50-й Псалом, да, когда он ему молится, кто помнит? И он говорит, тебе, тебе единому согрешил я, понимаете? Вот в этом вот и должно быть наше, как бы, ну, понимание, да, что, ну, если мы перед Богом каемся, если мы перед Богом, да, поэтому вот, опять же, первая Иоанна говорит то, что, что от нас сейчас требуется, какое от нас требуется сейчас сознание, какая от нас сейчас требуется война с грехом, в первую очередь. Какое? Покаяние, да, что я, ну, всякий, кто говорит, что он без греха, тот лжец. И, дайте откроем, первый Иоанн. Ай, я вот, да, с шестого стиха еще раз я прочитаю, первое письмо Иоанна. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Вот что сделал Адам. Да, Адам как бы вот это вот, это не я, это жена, которую ты мне дал. Да, вот он не мог тогда, вот он не знал, как быть с грехом, не знал, что делать в этой ситуации. Да, Бог спросил, у Адама нету еще этой функции покаяться. Понимаете, нету. Вот, и мы видим, что вот когда тот же Давид, он еще в Ветхом Завете, но его откровение, его понимание, оно новозаветное по откровению, потому что Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Агнец, он уже заклан вот создания мира, понимаете, и поэтому он говорит, омой меня, буду белее снега, да, омой мои грехи, очисти меня, духа верни, праведность верни мне, да, вот эту радость спасения верни. Тебе, тебе единому согрешил я. И вот это очень важно, да, что здесь не говорится нигде, что если исповедуем грехи наши какому-то епископу, человеку или пастору, или еще кому-то, кому исповедуем здесь грехи? Богу, понимаете, Богу. Я уже когда-то говорил, говорю, чтобы исповедоваться человеку, нужна смелость, для того, чтобы исповедоваться Богу, нужна вера. Что важнее, смелость или вера? Вера. Бог веры хочет, понимаете? Поэтому я помню, как, вот, будучи христианином, я, помню, вот в РЭТу был, взял, это, я уже был ответственный, такой вот молодой христианин, который, вот я говорю, не пьешь, не куришь, ни матом не ругаешься, даже фантики не бросаешь. На корточках ты сидишь. То есть, вот, прям чистота. Вот, я помню, я уже был ответственным, убирался в дом, и я взял у одного из старших кассету, послушать песни прославления во время работы по уборке. И потом забыл ее вернуть. И он вышел, и вот там, то ли вечером, то ли что, я видел, он ходит и говорит, кто взял мою кассету? И я испугался, ну, чуть-чуть, как-то. Я, на самом деле, наверное, мог бы сказать, что я взял, но почему-то сразу ему не сказал, что это я ее взял. А потом, мне как-то вот уже, что-то как-то вот и не хочется, уже дискомфортно что-то признаваться кассету найти, ничего такого не сделал. И вот я помню, я как бы долго мучился, ну, как-то вот какое-то время, просто мучился от того, что, вот, вот, я все-таки согрешил, я не прав, я должен был признаться, мне нужно вот идти к нему и покаяться. Ну, вот я удержался, я не пошел. И знаете, вот, слава Богу, до сих пор этот пример мне показывает, что, ну, не всегда нужно идти к людям, всегда вот рассказать все то, что... То, что была другая ситуация, я помню, тоже там был один парень, который там, у нас были плохие с ним отношения, он был там тоже у меня старше, и у меня были к нему обиды какие-то, и... Я помню тоже на конференции, там, расчувствовался, и вот там призывали, там, может быть, кому-то нужно покаяться, или что-то, и вот у меня было побуждение. Я подошел к нему во время этого, и, как бы, вот, говорю, я тебя критиковал, я там, туда-сюда. И мне казалось, что вот это нужно так сделать, что ему нужно вот эту вот ситуацию, мне нужно вот перед ним как-то покаяться. И я потом, ну, как бы, и он как-то так, я видел, что он как-то так опешил, он не ожидал. В итоге вот покаялся, вроде я как будто бы вот освободился, но, если честно, я потом остался недовольным. Я после этого сделал вывод, что этого я делать больше не буду. Вот знаете, вот это моя практика. Вот я что тогда, как бы, ну, как бы, вот устоял, и я, ну, я, как бы, кассету нашли, нашли. Какая ему разница, там, приду, я признаюсь, там, перед ним или не признаюсь. Я перед Богом, я покаялся, покаялся, я согласился, что я забыл, забыл. Ну, все, ситуацию уже проехали, сразу не сказал. Может быть, в следующий раз, там, ну, я вижу, что признаться, в принципе, как спросили, кто брал, но это несложно. Но это не значит, что нужно, вот, ну, жить и там обязательно идти к человеку и каяться. Я говорю, у меня были вот такие вот, много раз таких моментов, когда вот я говорил, что я, там, принял Христа, я сидел на каком-то там служении, где начали призывать опять, призывать так активно, встаньте там, примите опять, да. И я смотрелся, христиане, которые со мной уже, я знал, что они христиане верующие, мы, они ответственные, там, мы молимся вместе. Да, и вдруг они стоят и принимают, и я не понимаю, что мне делать. Мне тоже вставать и принимать, но я же принял. И вот я помню, я вцепился в эти ручки, то есть вот оно, да, как бы, перед человеком, житель перед Богом, понимаете, про что я говорю? И вот Библия говорит, проклят всякий надеющийся на человека, понимаете, проклят. Поэтому Бог нам дал этот иммунитет, надо перед Богом. У нас всего лишь одно место Писания, где написано, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. И там не сказано, что приходите на покаяние, там просто говорится о том, что вы друг другу рассказываете свои косяки. Понимаете, вы друг другу, иногда вот, ну, ты найди такого человека, с кем ты можешь поделиться, кто тебя не осудит, кто, как бы, вот, ну, примет, кто, может быть, прошел через какие-то ситуации, он поддержит тебя и так далее. Поэтому, ну, понимаете, у меня есть друзья, христиане, с которыми мы можем, ну, вот, общаться на какие-то вещи, где вот я могу что-то рассказать, кому я, что я не буду рассказывать никому. Понимаете? И это не значит, что я к нему на покаяние пришел. Я просто вот, ну, у нас есть, поэтому это вот про это говорится, кто признает свои грехи, тот имеет общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Понимаете, вот в этом общении друг с другом, когда мы способны друг перед другом какие-то вещи про себя рассказать и принять друг друга после этого. Знаете, потому что вот, когда у меня было там сложное время, у меня были какие-то вещи, которые я чудил, и были какие-то люди, которые знали об этом. И все. И мне, в принципе, ну, как бы, я знаю, что Бог это знает, у меня есть отношение с Богом. Понимаете? У меня есть понимание того, что Бог со мной, что в первую очередь мои грехи омывает Его кровь. И я не хочу грешить, я не хочу Его огорчать, я не хочу многих вещей. Ну, если даже я что-то сделал, я перед Ним, в первую очередь, исповедуюсь. Да, поэтому вот у Адама была возможность исповедоваться, что ты сделал, Адам, да, но он не смог. Не было тогда еще функции, не было научно, не понимал, ну, как бы, да, нету, нету еще этого опыта, не было этой функции покаяния у него на тот момент. Поэтому нужно было пройти еще свой процесс, да, поэтому вот он и заявил, да, что жена, которую ты мне дала, она дала мне, и я ел. Поэтому вот то, что хочет Бог, чтобы мы научились в своем сознании, в этой борьбе, да, с грехом в нашей христианской жизни, быть с Ним искренним. Понимаете? С Ним быть искренним. Не с людьми, не обижаться, а, согрешил, значит, надо быстрее кому-то рассказать. Ему расскажи, ему покайся. Как Давид, тебе, тебе единому согрешил я, да. Вот вы слышите, да, это ударение, которое он произносит, да, вот, спасибо Богу за Давида, да. Какой грех был Давиду прощен, мама дорогая вообще, да, вот так если и при любодеянии, и был вот, на высоте, был царь, там, и так далее, но, понимаете, почему Бог, опять же, Бог знает, что мы плоть всего лишь. Это не, нас не расслабляет для того, что, да, пойду теперь, да, вот, мы в римлянах много раз. Вам домашнее задание прочитать римлянам. Причем прочитайте ее так с первой по восьмую. Не читайте вот дальше, потому что там дальше уже оно большое, оно мощное. Почитайте римлянам. Обратите внимание на вот пятую, шестую, седьмую главы, где апостол Павел вот там разбирается с грехом, да. Я уже, наверное, даже действительно, ну, сколько у нас времени? Полвторого. Я уже, ну, как бы смотрю, тяжело, мы уже, в принципе, историю почти разобрали. Даже не знаю, вот, Новый Завет, наверное, не стоит, да, идти, я думаю, в римлянах почитайте. Попробуем на следующее служение еще побыть в этой теме, вместе почитать римлянам, поразмышлять над какими-то там моментами. Сейчас просто дочитаем хотя бы эту историю просто, да, чтобы закончить, да, вот, о результатах греха. То есть мы видим, да, что пришло вот это лукавство, пришло вот это вот оправдание, пришла вот эта вот неспособность к покаянию, пришло вот это вот постоянный перевод стрелок, а потому что, а потому что, а потому что. Да? Бог знает все, знает все эти механизмы, знает, что есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Что вот, ну, как бы, сегодня нам, ну, как бы, есть уже это, ну, как бы, скащуха такая, да, не как у Адама. Да, что вот мы уже знаем, и мы сегодня, Адам, если он был без греха, и был свободен не грешить, то мы с вами не свободны, мы не можем не грешить, да, и поэтому Бог это знает, это вот нам дается как, как тоже утешение, как определенное понимание, да, что вот, ну, не можем. Мы поэтому сегодня мы возрастаем в Христе, понимаете? Возрастаем, мы не сразу, такие раз и взрослые во Христе, понимаете? Не сразу мы имеем победу над всеми моментами. Поэтому это, и это, в этом нужно уметь жить, это нужно уметь принимать, и нужно, как бы, вот, позволить Богу тебя вырастить просто. Но тенденция должна быть, наверное, да, мы должны каких-то вещей освобождаться, освобождаться, освобождаться. И все, и вот тут Бог уже начал, да, говорить кому что, 13 стих. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обостил меня, я ел, да, тоже. Ну, правильно, правильно, да, все правильно, ну, ну, вот, и все, и Бог начинает прям со змея, он добрался, да, и, ну, как бы, мы видим, что Бог не с Адама начинает наказываться, вот он по этой цепочке и начинает, как бы, двигаться, змею Змеева, жене Женовне и Адаму Адамова, да, причем даже Адаму, как бы, самому, там, не достается. Мы видим, что наша сегодняшняя реальность, она главное наказание Адаму, вот, проклятие, да, мы можем так сказать. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый, пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. И это вот первое пророчество о Мессии идет, да, что вот именно семя между семенем твоим и семенем ее, да, положу вражду. Он будет тебе на голову наступать, а ты будешь жалить его в питу. И мы видим, что Иисус действительно был рожден от женщины, от жены. И вот в этом непорочном зачатии, это тоже очень важно, что Он был уже как бы в духе свободен от греха изначально по рождению. Да, Иисус не родился от человека, да, от мужчины, да, Он родился от Святого Духа в утробе женщины. Мы знаем, что вот эта способность, да, вот, то есть природа, она не была передана греховно Иисусу. Знаете, вот сейчас, действительно так же у нас есть. Вы знаете, что люди больные с ПИДом, двое, причем не один, там, понятно, что если один со СПИДом, другой без СПИД, там могут родить здорового ребенка. Вот двое людей с пораженной кровью, вот с этим вирусом иммунодефицита, который очень такой, да, проникающий во все, через кровь. Уже вот наукой, вот у меня друзья есть, один муж умер, правда, у нас были, кто знает, Филипп и Марин, они оба вечевые, но ребенок их не полностью здоров. То есть уже вот, ну, как бы, медицина, она просто контролирует этот процесс. То есть, да, и мы тогда понимаем, что вот оно, да, вот, Бог может так делать, чтобы не передать, даже вот от матери, да, поэтому Иисус был рожден от Святого Духа для того, чтобы пройти этот путь и понести на себя все наши грехи, сам не имея греха. Исполнить Божью волю для нашего спасения. Жене сказал, умножая, умножи скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Сегодня женщины пытаются против этого противостоять, да, что вот правы права, там, и так далее, да, но уже так это все действительно достало. Вот, вот, олимпиаду открыть, они смотрели, и там, эту вот фишку, обязали спортсменов, видно, что некоторые, они как чуть-чуть вот боролись там против этого, в знак гендерного равенства нести флаг страны, мужчины и женщины. Гендерное равенство Мир сходит с ума Бог сказал Вот так Так есть Самое лучшее это принять Согласиться Муж Глава, глава Есть влечение к мужу Это нормально, Бог сказал Все вопросы К Еве, к Адаму, к Змею И так далее Но вот сегодняшняя реальность, она такая Вот Адам уже сказал За то, что ты послушал голоса жены твоей И ела дерево, о котором я заповедовал тебе Сказав, не ешь от него Проклята земля за тебя Со скорбью будешь питаться От нее во все дни жизни твоей Терния и волши Произрастит она тебе И будешь питаться полевою травою В поте лица твоего будешь есть хлеб Доколе не возвратишься в землю С которой ты взят Ибо прах ты И в прах возвратишься Вот Адаму Почему сегодня так Не просто живется нам на земле Тоже вот в результате того, что сделал Адам Но опять же Все вот эти вот Вот эти проклятия Они разрушаются Тем, что сделал Иисус Поэтому и у жены Тоже будет все хорошо Да? В отношениях с мужем В принципе Если вот они христиане Они в Боге Они в Духе Святом Их будет тянуть друг к другу Они будут уважать друг друга И любить друг друга То есть вот даже это все будет разрушено Точно так же, как будет Так же, как разрушается проклятие Вот это вот там нищеты И вот это вот труда И так далее Пока мы растем Мы пробиваемся Мы еще идем В землю обетованную Где течет молоко и мед Но Мы вот способны То есть наша цель Это вернуться в Эдем Вернуться вот в этот сад Вернуться в эти отношения Да? Для того, чтобы получать удовольствие От того, чтобы возделывать этот сад Управлять землей Да? То есть вот И она начинает быть для нас благословением Аминь? То есть вот план Божий вот такой Но мы в процессе Мы выходим Еще сейчас время Когда земля Вот самые такие темные часы Когда дух этого мира Он прям вот всех и все порабощает И мы как бы вот первые те Кто должны воссиять Как звезды на небосводе Ибо все творение с надеждой ожидает Откровение сынов Божьих Да? Вот он план Божий Бог его в Иисусе Христе Совершил Показал Но еще все не закончено Да? Что еще должна быть побеждена смерть Да? Вот еще вот Жить вечную Ну вот эти все вещи такие Они не простые для разумения Сейчас нам Такого на бытовом уровне Но они существуют Они присутствуют И нарек Адам Имя жене своей Евы Ибо она стала матерью всех живущих И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной И одел их И сказал Господь Бог Да? Вот Ну тут тоже такое Отступление на Тоже такое Как пророчество Да? Что вот Бог одел Людей в кожаной одежде С кого он взял? Из животных Правильно? И вот это как бы Ну время закона Время жертвоприношения Вот этих животных Заместительных жертв Доколе не пришла Главная жертва Да? Для того чтобы Вот Бог сказал Давай не в фиговых листьях Но вот так вот Да? В одеждах животных Вот И Тоже Мы видим вот этот вот План Божий Который совершается И сказал Господь Бог Адам стал Как один из нас Зная добро и зло И теперь как бы не простер Он руки свои И не взял так же От дерева жизни И не вкусил И не стал жить вечно И выслал его Господь Бог Из сада Эдемского Чтобы возделывать Землю Из которой он взят И изгнал Адама И поставил на востоке У сада Эдемского Херувима И пламенный меч Обращающийся Вокруг Чтобы охранять путь В дереву жизни Аминь Вот мы прочитали Третью главу Что Мы видим что Бог тоже Адама Не высылает Потому что все пошел вон Ты не можешь Ну-ка Ты плохой Аминь Высылает его Именно из-за того Он сказал Вот Адам стал Как один из нас Знает добро и зло И теперь Как бы он не простер Руки своей И не взял так же От дерева жизни И не вкусил И не стал жить вечно Вечно Вот в этом грехе Вечно Вот в этом Лукавстве Вечно Вот в этих Беспокаяния Безосознания Вот в этой отделенности От Бога Внутренней отделенности В этом стыде В этом страхе Вот в этих ощущениях Понимаете Поэтому Бог нас Таким образом спасает Понимаете Он не просто Вот выгнал нас И все Он выгнал нас Вот именно Для того Чтобы дальше Запустился этот процесс Спасения Да Поэтому вот мы И читаем Библию И изучаем ее И размышляем Над этими Духовными вещами Которые Бог Сделал Делает Да И куда у нас Всех ведет Вот Поэтому давайте Домашнее задание Римлянам Уже просто Больше сейчас Не вытянем Но я рад Что мы Попребывали Вот в этой теме Поразбирались Да Вот с этими символами С этими моментами Как Я вижу Как и верю Как Бог позволил Как повел нас Дух Поэтому я верю Что кто-то из вас Что-то получил Для того Чтобы поразмышлять Кто Еще не может Произнести Этот тезис Который вы Вначале Произнесли Кто вот Помнит Его Марат Марат Утомился Нормально Марат Помнишь Вот этот тезис Про Кто грешит Кто не грешит Давай Мы грешим Не потому что Мы грешим Не потому что Мы грешим Мы грешим Не потому что Мы грешим Нет Вот видите Наоборот Все Я его сам Запутал А он вот Поэтому я говорю Очень легко Перепутаться Галис Можешь Мы грешим не потому что мы грешим мы грешники называемся грешниками не потому что мы грешим а мы грешим потому что мы грешники потому что согрешил Адам понимаете, потому что тогда это произошло тогда вот это вот поэтому сегодня мы вот таким вот образом в этом состоянии, поэтому Бог и не требует поэтому апостол Иоанн в первом послании говорит, не говорите что вы без греха не говорите да не осознавайте это всякий кто говорит что он без греха уже это уже вот первое что все плохие я не такой они все такие а я не такой поэтому слава иисусу христу аминь